Добрый день! В столице полдень. О главных событиях данному часу рассказывают корреспонденты телеканала Хабар 24 в студии Патагос Саркулова. Сегодня, 2 мая, православный мир отмечает главный христианский праздник – Пасху. Казахстанцев поздравил Касмжумар Тукаев. Текст сообщения пресс-служба президента опубликовала на официальном сайте Аккорды. Этот святой праздник вдохновляет людей на благие дела, заботу о близких и помощь нуждающимся. Пасхальные традиции символизируют обновление и милосердие, торжество добра и справедливости. От чистого сердца желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов. С Пасхой соотечественников поздравил и Нурсултан Назарбаев. Он отметил, цитирую, «это день является значимым и торжественным для всех казахстанцев, независимо от их вероисповедания. Ведь за 30 лет независимости доброй традиции стало с таким же почтением и уважением отмечать и другие религиозные праздники народов нашей страны». Сегодня утром благодатный огонь доставили в Казахстан. Из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса во всем мире, к православному празднику Пасхи и христианскую святыню смогли к себе доставить всего 8 стран мира, в том числе и Казахстан. «В самом Израиле сейчас локдауна, как такового, и карантинных мер уже нет для своих граждан, но иностранных граждан на ней не принимают. Поэтому от каждой страны приняли всего лишь по одному человеку и сопроводили в храм Гроба Господня на богослужение. И уже оттуда мы привезли фонари с огнем в аэропорт и полетели домой». Маршрут специального чартерного рейса проходил через Ахтау и столицу. Из этих городов благодатный огонь будет передан в православные храмы Кокщитау, Петропавловска и Хостаная. В Алматинский международный аэропорт самолет прибыл в 5.30 утра. В терминале воздушной гавани его встречали представители епархии, жители города и журналисты. Другим темам, не столь радостным, 291 765 казахстанцев провакцинировались в стране от коронавирусной инфекции. Такие данные публикуются на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики по состоянию на 1 мая. Отмечу, что за время кампании по массовой иммунизации населения первый компонент вакцины получили почти 1 350 000 наших соотечественников. Напомню, на сегодняшний день в стране можно получить прививку двумя вакцинами – казахстанским Казваком или спутником ВИ. Отмечу, оба препарата двухкомпонентные. Между тем, почти 30 000 западноказахстанцев уже получили первый компонент вакцины от COVID-19. В первую очередь привились медики, педагоги, сотрудники полиции и люди с хроническими заболеваниями. Спрос на вакцину растет с каждым днем, отмечают врачи. Сейчас каждую неделю в районную больницу поставляют порядка 500 доз препарата. В регионе сохраняется нестабильная эпидситуация с конца марта, область в красной зоне. На сегодня в инфекционном стационаре района находятся 14 сельчан. Так я вообще на учете стою с давлением. Пришла на прием, на прошлой неделе на приеме была, сдавала все анализы. А сегодня к терапевту пришла, спросила, можно мне сделать прививку. Сын тоже привился. Ну и сказали, можно. Просто сама решила для себя, для здоровья, для безопасности. Желающих очень много. Работает участковая служба, приглашает активно на иммунизацию. Конечно же, хотелось бы поставки побольше доз, чтобы, конечно, контролировать инфекцию. И поменьше тогда будет случаев заражения коронавирусной инфекцией. И уже не будут поступать тяжелые больные. Почти 3000 человек заразились COVID-19 в стране за минувшие сутки. Как и прежде, в антирейтинге лидируют Алматы. Плюс 685 случаев. На втором месте столицы, в мегаполисе, на 429 больных стало больше. 275 новых случаев зафиксировали в Алматинской области. В Восточно-Казахстанской области за прошедшие сутки заразились 94 человека. Есть новые вспышки в Карагандинской, Павладарской и Атыраусской областях. Меньше всего случаев зафиксировали в Северном Казахстане, Туркестанской и Костанайской областях. Число новых больных колеблется в пределах 30 человек. Отмечу, что всего с начала пандемии коронавирусом заразились больше 325 тысяч казахстанцев. Тем временем Венгрия ослабила ряд коронавирусных ограничений. Но пока лишь для вакцинированных граждан. Тем, кто полностью прошел все этапы иммунизации и переболевшим власти, дали так называемые карты иммунитета, которые запрашивают у входа в общественные места. Спустя несколько месяцев простоя на выходных открылся Будапештский зоопарк. По словам работников, в последний раз зоопарк в венгерской столице был закрыт на столь длительный период во время Второй мировой войны. Отмечу, на данный момент в стране вакцинировано всего 4% населения. Тысячи человек вышли на первомайские демонстрации в Берлине. В столице Германии прошли накануне как пешие, так и велоакции. Порядок на улицах обеспечивали почти 6 тысяч полицейских. Что требовали жители Германии и как прошли протесты, знает Шулпан Айманбаева. Традиционно 1 мая жители Германии выходят на демонстрации. И этот год не стал исключением. Несмотря на пандемию, только в столице заявлено 20 акций. Участники обязаны соблюдать дистанцию и быть в масках. Исключение сделано только для велодемонстрации. И тем не менее, мы видим, что жители соблюдают правила. Велосипедная демонстрация стала в этот день одной из самых многочисленных. Свыше 10 тысяч человек одновременно проехались по центральным улицам Берлина. Лозунги звучали самые разные. Одни призывали сделать все возможное для защиты климата. Другие выступали против расизма. Были и те, кто просил остановить рост цен на съемное жилье. Профсоюзы же требовали повышения зарплат и улучшения условий труда. Я хочу, чтобы в центре города было меньше машин. В первую очередь, мы хотим показать, что передвигаться по столице можно прекрасно и без автомобилей. Я думаю, воздух станет намного чище, если люди пересядут на общественный транспорт. Тем более, в Берлине он хорошо развит. Я очень рад, что столько людей смогли наконец-то провести такую акцию. У меня особо нет никаких требований. Я просто хочу, чтобы каждый жил в мире и любви. Это касается как людей, так и животных. Большинство митингов в Берлине прошли мирно. Но уже к вечеру ситуация накалилась. Радикально настроенные левые активисты жгли мусорные баки. А после начали кидать в полицейских камни и бутылки. В свою очередь, стражи порядка были вынуждены применить перцовый газ. Среди пострадавших есть как демонстранты, так и блюстители порядка. А в Гамбурге против протестующих, которые отказались покинуть площадь, полицейские задействовали даже водометы. Всего же, по последним данным, только в Берлине во время беспорядков задержали 240 человек. Первомайские акции прошли в крупнейших городах Германии с участием тысяч человек. Хоть и большая часть жителей соблюдала правила, медики опасаются, что десятки демонстраций могут привести к новым вспышкам коронавируса в стране. Шолпан Айманбаева, Милослав Лавриновский, Хабар-24, Германия. Первая за последний год общенациональная акция протеста прошла накануне во Франции. 1 мая на улицы вышли десятки тысяч человек, несмотря на действующий в стране локдаун. Люди выступают против сокращений. День труда в стране проходит на фоне массовых сокращений из-за санитарного кризиса и непопулярной реформы системы социального страхования. По итогам прошлого года уровень безработицы в стране вырос на полтора процента. Главным образом сокращение ударили по молодежи и женщинам. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в секторах экономики, чья деятельность оказалась несовместимой с санитарными ограничениями. В гостиничном и ресторанном бизнесе, в сфере культуры и туризма. Манифестация в Париже собрала по разным оценкам от 20 до 30 тысяч человек. В честь праздника труда подобные акции прошли во всех крупных городах страны. Сейчас в гостиничном бизнесе происходит настоящая социальная катастрофа, потому что есть много планов по сокращениям из-за санитарного кризиса. Наш профсоюз борется с этим, потому что правительство взяло на себя все выплаты по временной безработице, а также оказало серьезную поддержку бизнесу. Но, к сожалению, большие группы, как Мариотт, Аккор и Хаят, используют ее, чтобы провести реструктуризацию и сократить сотни работников. Люди, которых вы видите здесь, работают в коммунальных службах. Они обслуживают канализационные сети, вывозят мусор. Мы не прекращали работу, и в самый пик ковида спускались в колодцы, где в воде есть вирус, собирали выброшенные маски. Мы во время пандемии делали все, что должны делать, но чтобы было так и дальше, нужно защищать коммунальные службы. Если их не будет, мы не сможем отвечать на пандемию так, как делаем это сегодня. В Брюсселе полиция устроила разгон участников фестиваля против карантина. Изначально начавшаяся мирная вечеринка была прервана после того, как прибывшая на место полиция потребовала собравшихся разойтись. Правоохранители заявили, что демонстранты нарушают карантинный режим. У многих присутствовавших не было масок, ношение которых является обязательным в Брюсселе. Чтобы разогнать многотысячную толпу, силовики применили водометы и слезодачевый газ. Однако, даже несмотря на это, в парке осталось еще несколько сотен человек. Я понятия не имела, что идет вечеринка. Я просто решила сделать однодневную поездку в Брюсселе, потому что сегодня выходной. Гуляли по парку, вдруг появился дым, появилась целая толпа полицейских. Они меня оттолкнули, я начала задыхаться из-за дыма. Мне ничего не было видно. И еще о событиях в мире. Пизанская башня в Италии вновь открыта для посещений. Местные власти ограничили к ней доступ 3 ноября прошлого года в разгар второй волны коронавируса. Открытие достопримечательностей привлекло жителей со всех уголков страны. В первый же день открытия у входа в башню собралась длинная очередь из туристов. Однако внутрь впускают не всех. Количество визитеров сокращено с 50 до 25 человек. Отмечу, до пандемии ежегодно Пизанскую башню посещали почти 5 миллионов туристов. И вновь о событиях в нашей стране. Представители сразу 10 этносов работают в специальном отряде быстрого реагирования в Мангосталовской области. Это корейцы, каргазы, азербайджанцы, русские и казахи. Шутяне называют друг друга малой ассамблей. С бойцами элитного отряда встретилась наш корреспондент Динара Нургалиева. Воевая группа! Сбор! В дежурную часть поступил очередной вызов. У сотрудников СОБР три минуты на сборы. От их оперативности порой зависит человеческая жизнь, говорит инспектор специального отряда Дмитрий Кан. Подросткам он мечтал попасть в полицейскую элиту и носить черный берет. Сейчас его позывной Барс, а за плечами 10 лет службы в органах. Операции бывают разные, преступники бывают разные, но в моем коллективе лучшие бойцы. Помню в июле прошлого года в 2 часа ночи поступил вызов. Двое неизвестных мужчин насильно удерживали заложницу, а квартира, где это происходило, находилась на четвертом этаже. Мы блокировали отступные пути и схватили преступников, тем самым спасли женщину. Сотрудник СОБРа должен соответствовать высоким требованиям. В первую очередь это физическая подготовка. Поэтому свободное от работы время Дмитрий Кан и его коллеги проводят в спортивном зале. Все сотрудники специального отряда, победители спортивных республиканских первенств, к примеру, Дмитрий Кан, профессионально увлекается армрестлингом и боксом. В этом отряде служат азербайджанцы, кыргызы, русские, корейцы и казахи. Все они, как одна большая семья. Один за всех и все за одного. Коллектив очень дружный, многонациональный. К примеру, когда я познакомился с Димой, я и подумать не мог, что он кореец. Во-первых, не похож. Во-вторых, он в совершенстве владеет казахским языком. Да и жена у него казашка. Я был очень удивлен. Для многих обычный рабочий день сотрудника СОБРа может показаться сюжетом боевика. В любой момент может начаться погоня, стрельба и захват преступника. Вопреки сложностям, бойцы любят свою опасную работу. И выполнить они ее должны на все 100%. Ведь дома их ждут родные и близкие. Динара Нургалиева, Ренаду Салиев, Актау Хабар, 24. И в завершении выпуска спорта Кайрат впервые проиграл Барселоне в футзальной лиге чемпионов. Встреча проходила в хорватском Задоре и завершилась со счетом 3-2. У алматинского Кайрата голы забили Диего Фавер и Фернандинью. А у испанской Барселоны хит-трик оформил Феррау. До этого обе команды встречались трижды. И во всех играх побеждали казахстанцы. В полуфиналах 2013 и 2019 годов и в финале 2015. Напомню, в финале Барселоны сыграет с португальским спортигом. Игра состоится в ночь на 4 мая и начнется в 0 часов по времени Нурсултана. И к этому часу у нас все. Напомню, все наши новости доступны также на нашем сайте 24.kz. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова